Мы будем сегодня с вами немножко рушить такие аргументы против исторической науки. Сейчас вы поймёте, о чём я говорю. Но прежде чем мы к этому перейдём, давайте сначала определимся в том, что такое наука. То есть наука – это рог человеческой деятельности, которая занимается тем, что собирает объективные знания об окружающем мире, отделяет факты определённые, систематизирует их, потом производится критический анализ этих фактов, на основе которых можно делать какие-то прогнозирования, выводить теории и гипотезы. На основе которых, собственно, появляются законы природы или законы общества. Да, мы имеем разделение, кстати, основное разделение – это общественные или гуманитарные науки и естественные науки. То есть там разница только в подходе. Если естественная наука, там идёт общение от субъекта к объекту изучения, а то в гуманитарных науках, то есть от слова «хуманус» – это человеческий, то есть там идёт общение от субъекта к субъекту. То есть гуманитарные науки изучают человека в форме общества. То есть по поводу того, почему некоторые говорят, что история – это не наука. То есть очень много слышат, что там историю много раз переписывали, историю, там, не знаю, пишут победители, допустим, такие вот фразочки. Потом невозможно проверить историю, невозможно точно узнать, что происходило 200 лет назад, а уже нельзя сказать, там, 5000 лет назад. То есть это всё условно, это всё, как кто-то сказал, набор баек, которым мы не обязаны верить. И, собственно, то, что история, она не может точно передать. Когда появилось, например, телевидение, радио и прочее, стало больше источников, тогда можно проследить, например, что за последние 50 лет можно проследить какие-то исторические события. А до этого мы не обязаны верить источникам. Ну, в чём здесь основная проблема? Основная проблема в том, что люди часто путают процесс получения исторического знания в целом. То есть какие виды исторического знания бывают. То есть бывает обыденное историческое знание. Оно рассматривает какие-то отдельные исторические явления или какие-нибудь события в таком достаточно, ну, как мы можем говорить, там, бытовом смысле. То есть это то, как вот я, например, с любым из вас смогу обсудить события, там, Второй мировой войны. Да, там, высказать какое-то предположение и прочее, прочее. То есть мы говорим об истории, но делаем это без использования научного аппарата. Дидактическое историческое знание. Здесь вот поинтереснее. Это переход от простого к сложному. Это используется в школьном образовании. Да, то есть в пятом классе мы учим палка-копалка, а вот в классе в девятом-десятом там уже мы переходим на теории, там, теория вызывая ответы или, например, там, метод причинно-следственного анализа и прочее, прочее. То есть то, что в школе происходит. Нужно понимать, что школьное историческое образование, оно, хоть и используют научные методы, но оно предназначено для того, чтобы школьник, вот как школьник, изучая химию, физику и географию, это нужно ему для ориентирования в пространстве и в природе в целом. История в школе нужна школьнику для того, чтобы он мог ориентироваться во времени. То есть он учит периодизацию историческую, да, там, в пятом классе это античность и древние века, там, в шестом-средние века и дальше, дальше. То есть это просто получение каких-то знаний и обучение вот таким вот причинно-следственным вещам. Многие, наверное, в школе помнят. Рассматриваем историческое событие, предпосылки события, что происходило, какие последствия. Вот это все нужно в целом школьнику для того, чтобы развивать свой мыслительный аппарат. Дальше. Научно-популярное историческое знание. Это, скажем так, упрощенная форма исторического знания для неспециалистов. Это документальные какие-нибудь фильмы на Discovery или научно-популярные книжки. То есть бывают хорошие, бывают не очень нехорошие, там, недобросовестные, но в целом может использоваться исторический научный аппарат, но не всегда получается. То есть можно встретить книжку абсолютно ненаучную, но научно-популярную. Публицистическое историческое знание – это вообще самая большая проблема. Это то, на что в основном смотрят люди, которые катекут историю. Вот, как, например, говорит публицист Невзоров, что такое публицистика? Это пулемет на колокольне. То есть я, как публицист, говорит Невзоров, могу стрелять из этого пулемета по всем, и мне за это ничего не будет. То есть потому что, если вот он совершит какую-нибудь методологическую или фактическую ошибку, он в этом вылечает, он скажет, а что, я публицист, я же не историк. Вот и все. Есть свойственно этому виду исторического знания, публицистическому, свойственно такая вещь, как тенденциальность. То есть это не объективность. То есть субъективность в плане того, что, ну, например, сейчас вот можно увидеть какие-нибудь статьи в газетах на исторические темы, где исторические события рассматриваются с точки зрения патриотизма, например. То есть человек, который пишет такую статью, он использует какие-нибудь исторические сведения таким образом, чтобы подтвердилась его какая-нибудь мысль по поводу, которая подтвердила бы его теорию про то, что, например, вот, как говорит Сатирик Задорнов, да, там, что русский язык, например, самый древний язык, и от него все языки произошли. Он не использует научный метод, но ему хочется в это верить, и он мог такое вот рассказывать про языки. Ну и художественное историческое знание, это в основном в описательной форме, когда исторические события и явления описываются в художественной форме. Картины, художественные книжки, Александр Дюма, да, то есть он использует настоящих исторических личностей, он использует настоящие исторические события, но художественный вымысел там все-таки играет первоначальный. Ну и есть у нас еще научно-историческое знание, то есть это процесс тщательного изучения источников. Источники чаще всего они письменные, ну и так же, как в прошлой лекции мы могли увидеть, это еще и материальные источники. Их очень много, и их нужно не просто интерпретировать, но и изучать, исследовать, и сравнивать, и приходить к какой-то, скажем, истине, фактологии. Источники. Источники. Источник видения, как я уже только что сказал, это основной метод изучения прошлого. В первую очередь в работе с источником историк определяет, когда был этот текст написан. Особенно это важно в том случае, если летописец или автор источника не указал дату или хотя бы примерный период. В данных случаях можно использовать сравнительный анализ, культурологический анализ, анализ шрифта и прочее. То есть делается хотя бы, это называется условное датирование, когда мы точно не знаем, но можем предположить, что этот источник был написан в такое-то время. Где и кем? Тоже очень важно для того, чтобы оценить объективность источника. То есть мы понимаем, что если, например, Прокопий Кессарийский писал какие-нибудь хвалебные летописи про императора Истиняна, а потом вдруг уже после его смерти всплывает произведение «Тайная история», где он очень сильно ругает Истиняна и его жену Феодору. То есть ученые были немножко в шоке от того, что сначала он писал одно, а теперь он пишет совсем другое. Что из этого не настоящее? В том, что выяснилось, что и то, и то настоящее. Потому что в первом случае он был ангажирован, то есть он обязан был такое писать, а «Тайную историю» он писал для души, что называется. То есть он хотел правду. И сравнивая эти оба источника, мы приходим к какому-то по условному контексту, нарративу. Так, еще очень важная основа. То есть на чем основывался автор? Это очень важная вещь, потому что если мы берем, к примеру, жизнеописание 12-й Цезарей, Гая Свитония Транквилла, и читаем, мы понимаем, что Транквилл жил через много сотен лет после Цезаря и Нерона и прочих, прочих. Но он достаточно подробно описал их жизнь и биографию. Нужно понимать, что он там основывался на каких-то других источниках. Нужно изучать эти источники для того, чтобы сравнить их с Транквиллом и тоже прийти к какому-нибудь одной объективной форме. Дальше. Форма источника. Это может быть что угодно. Аналистика, например, это источник, написанный прямо в период возникновения событий. То есть это так называемый аналог. Это когда автор в прямом эфире, что называется, фиксирует события, которые видят своими глазами. Есть у нас также хронография. Это когда, как в случае с Гайб Светонием Транквиллом, по прошествии какого-то времени пишется историческая книга. Это исторический источник на основе аналистики. Это бывают источники документальные. То есть грамоты, документы и прочее. Ну и, соответственно, на основе всего этого мы должны понимать, насколько мы сильно можем доверять этому источнику. Сейчас проведемся по нескольким примерам очень важным. Вот у меня есть очень классический пример того же Залезняка. Это источник Кавер. Тавилесова книга и слово Палку Игоря. Оба этих источника имеют очень мистическое происхождение. В чем прикол. Вот, например, слово Палку Игоря было найдено графом Мусиным-Пушкиным. Как он сказал, он взял в каком-то там монастыре, у настоятеля монастыря, эту книгу и опубликовал ее. Изучил и опубликовал. А потом эта книга сгорела в пожаре в 1812 году в Москве. То есть оригинал этой книги. И оригинал не сохранился. А сохранились только первые издания, которые потом перепечатывались в дальнейшем. Вот, имея слово книга, этот русский эмигрант Миролюбов опубликовал эту книгу на основе дощечек, которые он видел и изучал у другого, у своего друга, бывшего помещика, дворянина, где-то в Европе. То есть он описал, что вот были некие такие дощечки, которые я переписал, изучил и эту книгу выпустил. Если бы эта книга оказалась в итоге настоящей, это было бы очень важным источником в русской истории, в истории Руси. Потому что она описывает события, которые происходили до крещения, и описывает события, связанные с поклонением славянских богов. Можно понять на секундочку, что про славянских богов у нас практически ничего нет. У нас есть там, кто? Перун, Магура и... Верес. Ну тот же, да, Верес, допустим. Да, все, больше ничего у нас нет. И мы знаем, что это еще как-то связано с культом змееборчества. Все, больше у нас ничего нет. Все остальное это какие-то догадки. Все остальные славянские боги, которые мы можем найти, там, в той же Википедии, это боги индийского происхождения, там, иранского происхождения и прочее-прочее. Греческого очень-очень много. То есть там немножко меняется форма. А, и, да, кстати, очень много нормандцев. Потому что, ну, варяги, сами понимаете, создали эту государственность на Руси. Вот. Ну и в итоге выяснилось, на протяжении, там, долгого времени эти источники изучались, выяснилось, что слово полку Игорева это оригинал, а Вересова книга это достаточно грубая подделка, которая очень примитивно имитировала старославянский текст. Тут можно даже увидеть, что большинство букв такие кирилистические, то есть за несколько тысяч до создания кирилики, ну, кириллицы вообще, то есть это понятно. А лингвистический анализ показал, что ни Мусин Пушкин, ни другой автор не мог подделать эту книгу, поход полководца Игоря Святославича, это слово оборотку Игорева, не мог подделать, потому что у него не было того аппарата. То есть похожие речевые текстовые обороты были найдены только через 40 лет после публикации. То есть на бересте были найдены, и ни Мусин Пушкин, ни кто другой не знал этих оборотов. Кроме того, нужно понимать еще такую вещь, как знание культурного слоя того периода, когда этот источник был сделан. Вот перед вами иллюстрация басни Крылова «Стрекоза и муравей». Вот мы видим здесь вот «Стрекоза» с гитарой, с уночкой, здесь «Муравей» с лопатой. Все знают эту песню, да? Знаете, как она начинается? Попрыгунья «Стрекоза» лето красно пропела, да, глянуться не успела. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто видел, как прыгает «Стрекоза»? Не, он не должен. А кто видел или слышал, как «Стрекоза» поет? Вот, никто. Но при этом у Крылова почему-то она прыгает и поет все лето, да? Оказалось бы, ну, это художественный вымысел, скорее всего. Но нет, потому что на рубеже 17-18 веков «Стрекозой» называли «Цикад» в России. То есть это были «Цикады». И это еще подтверждается тем, что Крылов позаимствовал тексты басни Ула Фонтена, это был французский писатель, который взял басни Эзопа и перевел на французский язык в стихотворную форму. А у Эзопа басня называлась «Цикады и муравьи». Ну, несмотря на это, во всех книжках, в мультиках «Стрекоза» рисуются так, как мы знаем «Стрекозу». То есть мы читаем «Стрекоза и муравей», 200 лет назад человек, читая, понимал, что это речь про «Цикаду». А мы сейчас думаем, что это про «Стрекозу». И то же самое в работе с источниками. Нужно очень хорошо и глубоко изучать вопрос того, что происходит в самом источнике. Это из «Повести временных лет», небольшая цитата, которая относится к Якуну Слепцу. Он относится к славянам, но это был славянско-норвежский полководец, который проиграл при битве при Листвице. Что здесь написано? И Бе Якун Слеп. Дело в том, что в старых славянских источниках слова не разделялись пробелами, потому что люди не разговаривают, отделяя слова. То есть мы говорим сплошным текстом, и летописи тоже писались сплошным текстом. Это было не для экономии. Так было более очевидно. И когда источниковед или любой другой человек читал эту летопись, он самостоятельно разделял эти слова. И вот тогда, спустя 200 лет после событий, которые были описаны в «Повести временных лет», епископ Симеон Киево-Печорской лавры писал генеалогии различных личностей. Он взял вот того же икона, то есть был известен такой икон, и он прозвал его тогда. Он написал вот «Якун Слепец», потому что он так прочитал. «Якун Слепец», и описал, что вот отец Африкана, дед Шимона, «Якун Слепец». И возникал вопрос у историков, каким образом полководец мог быть слепым, как он мог ввести войско в битву, если он был слепой. Там упоминается еще такая история, что он потерял свой золотой плащ, ну, какой-то красивый золотой плащ, покидая поле боя. И стали думать, ну, как слепой, да? И в 70-х годах кто-то предложил такой вариант, который больше подходит. «Якун Слепец», то есть он был лепым. То есть он из икона Слепца превратился в икона Красавчика. Да, вот. И тут же мы про золотой плащ начинаем понимать. Видимо, он сильно отличался от всех остальных своим красивым плащом, да? И был якун Слеп, это как бы указание. То есть так, все человек, и был якун Слеп. Вот. Вот такой вот. И это нужно тоже понимать, что когда мы читаем источники, не обязательно то, что прочитал когда-то Симеот, и устоялось то, что якун был слепцом, не обязательно на этом нужно останавливаться. Нам нужно копать дальше, нам нужно понимать источник в дальнейшем. Дальше. Переходим от источника видения, переходим к археологии. Тут я уже практически заканчиваю, да? Но вещественные доказательства, как нам Далек уже сегодня рассказывал, тоже очень важная вещь. На основе них можно дополнить и письменные источники, подтвердить что-то, изучить несколько похожих находок в различных местах могут показать на моря распространение той или иной археологической культуры. Археология у нас делится на кабинетную, то есть это когда изучаются артефакты. Истеритическая, это когда возникают новые какие-нибудь методы в истории, то есть они обсуждаются и прочее, прочее. Полевая, соответственно, основная такая, которую вы видите здесь, это раскопки. В большинстве стран мира перед строительством нового здания по закону нужно проводить археологические раскопки на месте строительства, потому что если здание будет построено, то возможные исторически важные объекты будут захоронены навсегда. И экспериментальная археология, это практически то, что рассказывал нам Олег, это даже реставрация историческая, это какие-нибудь моделирования и прочее, прочее. То есть очень важная вещь, это к тому, что многие говорят, что в истории невозможно поставить опыт или эксперимент. Почему можно? Вот, пожалуйста, реставрация доспеха Бронзерубека показала, что в нем можно двигаться и пешком. Ну и таких много вещей. Допустим, есть шлем, непонятно, зачем у этого шлема пластина. Делаем такой же шлем, только из современных материалов, надеваем, надеваем, понимаем точку все. Дальше, вот. Датирование. Датирование. Датирование как археологических источников, так и письменных очень важная часть. То есть это можно, в принципе, даже не читать, можете себе сфотографировать, на досуге почитать. Это про радиоуглеродное датирование. Датирование делится на, ну, в целом на два вида, на условное и абсолютное, но между ними есть еще вот другой вид датирования. Условное датирование, оно типологическое, это или календарное. То есть типологическое, это когда мы определяем тип документа и знаем, что похожий тип документа был написан в такое-то время, и мы можем предположить, что похожий документ примерно в то же время был сделан. И календарное, это когда на монетке написано, что это такой-то год. Не обязательно, что она могла действовать и через 200 лет после этого, и была найдена, могла быть найдена где угодно. Общее датирование. Стратеграфическая речь идет по археологии, о слоях, культурных слоях. Когда археологи копают в глубину, они определяют один слой за другим археологически. То есть когда в Сахарне мы копали Кукутень-Трипольскую культуру, это там 4000 лет до нашей эры, то есть это отдельный слой, где найдена линейно-ленточная керамика, это такая красивая керамика, разрисованная хной вокруг. То есть вы могли видеть, это одна из самых, скажем, одни из самых дорогих и красивых археологических находок такого медно-каменного периода. И на основе ленточной глины тоже это такая вот, она больше к абсолютному датированию относится, потому что глина обкладывается слоями, это как кольца на деревьях, то есть можно определить примерный возраст той или иной культуры, того или иного слоя. Абсолютное датирование, это уже нам помогает, ну историкам помогают в этом естественной науке, это радиометрические, радиоуглеродные анализы, то есть там просто, что называется, химия, физика, мы берем какой-нибудь артефакт, который содержит в себе углерод, и подсчитываем количество углерода 14, зная какой-нибудь период распада, и тем самым мы можем достаточно точно определить возраст того или иного, скажем так, той или иной находки. Так, ну и помимо археологии и источников видения, есть огромное количество методов и подметодов, например, у источников видения есть нумизматика, которая занимается там деньгами, монетами, есть, скажем, отдельные дисциплины, которые изучают гирбы, там еще что-нибудь в этом роде, да, но также еще клеометрика, очень важная часть истории, клеометрика это математические методы в изучении истории, то есть используются такие вещи, как дата майнинг, когда есть массивы каких-то документальных данных, частично потерянных, и мы при помощи баз данных компьютерных можем подсчитывать какие-нибудь, то есть делать какие-то выводы, то есть сейчас вот могу дать пример, Руслан Хазарзар взял Ветхий и Новый Завет, в принципе, исторические источники, потому что они описывают быт того периода, вот, и почитал количество упоминаний корня синтетну в тексте, это слово сатана, чтобы определить, была ли вообще персонификация сатаны в Библии, и выяснилось, что во всех случаях, когда использовались эти три буквы, этот корень синтетну, который обозначает с древнего иврита противник, то практически ни разу не используется с точки зрения персонификации, это такие обороты речевые, как против, супротив и прочее, прочее. То есть влияние имени сатаны в религии, оно немножко преувеличено, как показало. Ну, историко-генетический анализ, да, это вот есть мумия, мы можем взять какие-то образцы, был буквально в 94-м году, по-моему, если не ошибаюсь, эцид найден в ледниках, практически полностью сохраненный человек, с кожей, со всеми очень древними. Дальше, искусствологические методы, сравнительные, структурно-диагромный анализ, гипотезы, теории моделирования и прочее, прочее. Их очень много. Мы переходим к самому концу, зачем нужна история, зачем нам нужна историческая наука. Вернусь к самому началу, когда я говорил о историческом знании и о видах исторического знания. Когда человек слышит слово «история», он представляет себе, что история занимается воссозданием того, что было когда-то там, в прошлом. Но на самом деле история – это наука о человеческом обществе. И о, очень важная вещь, о развитии человеческого общества. Нам не сколько важны сами их чешучатые доспехи, а нам важно, как человек придумал их, какие технологии человек развивал в те или иные моменты истории, как между собой похожи или отличаются те или иные источники доспехи, и каким образом человечество развивалось. Вот как говорил Олег, например, в «Жонзовом веке» придумали нашивать пластинки, а вот так до сих пор нашивают бронежилеты. Это что из себя представляет? То же самое, только… И зачем нужна история? Вы меня спросите. Я вам скажу. То есть многие говорят, ну, она интересна. Ну, не знаю, может художественная история вот интересна, мне лично интересно, да, но история как наука, она достаточно сложная. Я и процента одного не рассказал о том, как она работает, на самом деле. На это нужно очень много времени. Вот. А она сложная, она скучная. Вот. Иногда бывает интересно, но по большей части. Да. Есть еще такие фразы о том, что история нам нужна для того, чтобы не повторять ошибок. Ну, ребята, камон. То есть войны, как были много лет назад, так и продолжаются. То есть история не помогла в этом плане. Да. История нам нужна, скорее всего, для того, чтобы мы могли защитить себя от, ну, лжи, например, да. Потому что историки занимаются этим профессионально. Они понимают, что этот источник, если отражать какую-нибудь чью-то мысль, мы должны это понять. Да. В то время, как есть личности, которые трактуют историю по-разному. Говорят там. Инопланетяне построили пирамиды. Да. У нас нет ни одного подтверждения того, что пирамиды построили инопланетяне. И огромное количество подтверждений того, что это построили египтяне сами. Да. То есть у нас есть находки, которые полностью подтверждают. Ну, приходят какие-нибудь ребята из альтернативной, то есть лаборатория альтернативной истории. Говорят, а, ну так скажи, что инопланетяне. Вот. Вот у меня есть мнение. Вот смотри, здесь в одном храме есть такая вот квадратная ванна, да, ну не квадратная, параллепипедная такая ванна каменная. И вот в соседнем городе, в храме, есть еще одна такая же ванна. То есть, а, они одинаковые. Это телепорт. Ребята, вы что, не понимаете, что ли? Ну вот и тому подобные штуки. То есть, не для того, чтобы не засорять свою голову подобными, скажем, условными, ничем не подтвержденными вещами, история занимается тем, что пытается как-то понять, что происходило с обществом на протяжении истории. Это была тавтология. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Антем. Так, вопросы. Пожалуйста. Вблизи, это аргументы и бред. У меня такой вопрос. А согласен ты с той историей, которую у нас преподают в образовательных заведениях? То есть, в школах, в университетах. Согласен ты с ними? Ну, давай так. Я понимаю, что политическая конъюнктура диктует какие-то вещи. Я понимаю это отлично. То есть, нужно понимать, что это относится к дидактическому знанию. Это не относится к науке исторической. И я уже объяснял, что история в школе нужна скорее не для того, чтобы школьник знал. То есть, если школьник захочет стать историком, он пойдет на эстфак и научится. А в школе она нужна скорее для того, чтобы мыслительный процесс развивать. Согласен ли я? Ну, с некоторыми моментами абсолютно не согласен. например. Ну, это касается не только истории. Я вообще со многими вещами не согласен. Так что, это не относится к основной теме. В целом, могу сказать, у меня сестра младшая в седьмом классе читала ее учебник, вполне себе все нормально. То есть, там ничего такого страшного нет. Да, в школьном образовании естественно развивают такие вещи, как любовь к родине, еще что-нибудь. Там все достаточно ангажировано. Но я не считаю, что это прямо очень сильно большая проблема. Проблема начнется тогда, когда, например, будет в учебниках, например, ну, будет откровенная ложь. То есть, не ошибки историков, откровенная ложь о том, что вот мы самые древние, самые крутые, у нас там русский язык, самый ранний и вот все такое. Потому что, почему? Ну, потому что маммарамушта, потому что я так хочу, потому что великая страна и все такое. Не хотелось бы, вот, хотелось бы быть более объективным. Но в целом, нормально. Все хорошо. Окей, спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. История истории, но если вот ошибка в физике, то это большая проблема. Потому что есть такой физик, Катющик. В интернисте он нет случайно попался. Катющик. И он там утверждает, что теория относительная это бред. И что в формуле, где сила равняется от маркерного ускорения, надо поставить минус. Потому что без минуса это яблоко никогда не упадет на землю. Оно и спотно. И вся эта физика строится на таких гипотезах, что непонятно вообще ничего. Если найти этого и еще много таких вопросов, что земля уже может пользоваться летающими тарелками, но почему-то это ничего не делает, ничего не получается, хотя есть уже даже и конструкции летающих. такой волосаток Валерий Иванович есть, вы понимаете, он там заражил, он раньше руководил заводом 10 тысяч человек. Этот завод он как бы производился на ракеты, но ракеты нам сейчас нужны, а нужны эти летающие три, меньше чего-то не делать. Интересно. Ну вот вы звучите Катюши и Валерий Иванович Володя. В чем собственно вопрос? Вопрос в том, что нам скоро вообще ничего не понадобится, потому что история так история, все идет к тому, что нам надо улетать с этой планеты. Понимаешь? Не могу не согласиться, Я говорю, что уже ученые доказали, что Англия пойдет в подгон. Фраза «ученые доказали», как мы все знаем, ученые доказали. Я так говорю насказательно, от нас это не зрели. Что так будет, когда они отойдут? По поводу улетать с планеты. Скажу вам. Проблема действительно есть. Улетать, возможно, придется. Вряд ли получится, но проблема в перенаселении. Действительно. Сейчас на Земле больше 7 миллиардов. Через 200 лет будет гораздо больше. Планета может не выдержать. Это большая проблема. С точки зрения истории, могу сказать, что, например, чума, которая пришла в Европу из Китая, уничтожила около 30% того населения, в котором чумой болели. И это сыграло, несмотря на то, что это была большая трагедия, это сыграло большую, важную, положительную роль в приближении, например, возрождения. Потому что людей было слишком много, еды было мало, и прочее, прочее. Потом пришла чума, убило 2 трети, и как-то людей стало поменьше, и дышать стало свободнее. То есть есть такая теория. Соответственно, есть такая вещь, что нам нужно как-то бороться с перенаселением, но не убивать людей, а скорее как-то развиваться. То есть потом это превратится в машину судного дня, что называется. По поводу проблем с физикой, я могу вам так сказать, знаете, теория Ньютона тоже неверна. То есть нужно понимать. Но это никак не повлияло на нас. Мы ее до сих пор в школе учим, потому что она абсолютно хорошо и правильно действует в условиях Земли. То есть у нас в космосе она уже никак не работает. Но из-за того, что она не работает, абсолютно ничего в нашей жизни не поменялось. То есть мы ее учим, потому что я понимаю, что если я эту визитку сейчас брошу на пол, она упадет по всем законам Ньютона. Если бы я это сделал где-нибудь в открытом космосе или на другой планете на Луне, это Ньютон бы уже ничем не помог. По поводу Эйнштейна, естественная теория относительности, она сейчас актуальной теорией считается. По поводу Татищева ничего не знал, пока Нобелевскую премию не получил. Хотя если бы он действительно решил бы проблему с теорией относительности, скорее всего это заметили бы. Потому что не существует заговора в ученом, серьезно. Артем, вопрос о проблемах в интернете. Да, и кстати, и по поводу интернета, и разных людей в интернете, которые что-то нашли, утверждают, там всякие академики. Это тоже большая проблема, потому что существуют такие люди, как Фоменко, Чудинов, которые на основе каких-то своих эмпирических каких-то сравнительных анализов, абсолютно не используя никаких научных методологий, делают очень серьезные выводы в плане о том, что, например, Иван Грозный и Цезарь, это один и тот же человек, и жили они относительно недавно. А пирамиды вообще в 9 веке нашей эры построили. То есть, почему? Потому что вот ему так показалось. То есть, он об этом написал в интернете, он написал об этом множество книг, эти книги люди читают, и читают о том, как эти египетские пирамиды, сделанные из цемента, залито цементом внутри, то есть, что не соответствует истине, потому что, ну, есть гиптология, которая изучает пирамиды и отлично понимает, почему, ну, известняк, он мягкий, и поэтому со временем, под давлением, он настолько плотно прижался друг к другу, что туда действительно не лезвие нельзя засунуть ничего. То есть, историки используют научный аппарат, они не используют какие-нибудь умозаключения, ученые, которые пытаются доказать какие-то теории, еще что-то, выдвигают теории, ищут доказательства, что они публикуются в научных журналах, да? Если какой-то человек вырецензированный, да, в научных журналах, если какой-то человек, ну, гипотезу хочет что-то подтвердить, ну, если у него есть какие-то ошибки, его не пропускают в научный журнал, нужно понимать, что, ну, все, считаем, что теория этого человека, она не верна. Человек может продолжать кому-то рассказывать, что он сделал все правильно, что его выводы самые, что не есть, настоящие, но, к сожалению, это не так. Ну, да, могу сказать, что вот это не укусы. Давайте пойти. Вопрос, а можно быстренько? Я слышала внимательно, 15 минут, мне лекция понравилась, спасибо. Но я скептик, я хочу сказать, что для меня история – это не наука, для меня это дисциплина, и дисциплина плавающая. И у меня к вам вопрос еще раз, почему это наука? Потому что, на мой взгляд, в истории очень много, если бы, да кобы, очень много каких-то плавающих фактов. Историки очень часто руководствуются такими словосочетаниями, такими фразами, мол, ну, возможно, ну, чисто гипотетически, ну, вот пирамиды, да, построили люди, точно не инопланетяне, потому что, ну, вот, ну, потому что построили люди. И очень много. Я могу очень много примеров привести вот слово о полку Игоря. Мы не знаем, кто он написал, когда он написал, почему он написал, но почему-то вот они относят к 1180 году, вот историки так решили. Вопрос, почему это наука? Еще раз. Еще раз. Смотрите, давайте с самого начала вашего. То, что вы скептик, это очень хорошо, да, потому что историки тоже скептики, и они тоже не трактуют источник так, как он есть. То есть они не берут слово о полку Игоря и говорят, ага, а, ну, все понятно, положение, нет, там, это не одну уже сотню лет изучения продвигаются, и есть научные работы, их можно почитать. Я просто не совсем специалист вот именно в слово о полку Игоря. Есть источники веда, которые занимаются этим всю жизнь, да. То есть они не просто так возможны. Историки используют такие слова, как возможно, в тех случаях, когда достаточно условные есть вещи, да. нужно понимать, что это гуманитарная наука, она изучает, ее нельзя проверить в пробирке, да, но в то же время, считаете ли вы наукой космологию, например? Да. Да. А хотя там тоже достаточно. Больше точных фактов. Нет. Только свет. Нет. И все. Только свет. Ничего, то есть мы не можем... Свет – это уже физика, физика – это точная наука. Ну, у нас артефакты есть. Да. Да, да, а у нас есть артефакты. А у нас есть углеводная. Не отбирайте клефу, Атема, я вас очень прощу. Нашли вы черепки. И вы сидите и думаете, какой же это век, какая же это эр, какой же... А возможно, это... Нет, естественно, нет. Мы проводим радиоуглеродный анализ, который нам точно покажет возраст. Нету точных данных. Из-за этого, мне кажется, это не наука. Ну, физика – это точно наука? Да. Радиоуглеродный анализ – это физика. Мы точно знаем, можем установить точную датировку найденного черепка. То есть мы не делаем... Я вот, я, наверное... Может, я не очень хорошо подготовил... Нет, нет. Вот, но я все это время говорил о том, что историки не предполагают. Историки изучают факты. Есть сравнительные анализы, есть математические анализы, есть тот же радиоуглеродный анализ. То есть историки как раз занимаются тем, чем не занимаются публицисты. Вот публицисты как раз делают вот так вот. Ну, возможно, это было так. Вот тот же Задорнов, да, там... Есть, например, корень Ра у него, да, то есть самый такой серьезный корень у него там Ра. То есть он так думает так. Если, если я предполагаю, по моей теории, русский язык самый древний, соответственно, он появился раньше китайского, значит, на китайский, то есть слово самурай. То есть самурай это кто? Это тот, кто спарывает себе брюхо, говорит Задорнов, да? И он сам идет в рай. А Ра это свет и прочее, прочее. То есть вот это вот как раз не история. Это то, о чем вы говорите. А историки занимаются... То есть они не делают таких выводов на основе ничего. Да, то есть это называется, вот то, что уже говорил Олег, это называется эмпирическое обобщение. Когда у нас есть множество различных источников, и мы эти источники как-то складываем так, что приходим... Мы не обязательно в точности воссоздадим какие-нибудь события или какие-нибудь датировку, но мы максимально близко к этому придем. И то, что там история дисциплина, да, она дисциплина и с точки зрения дидактического, школьной дисциплины, но с точки зрения того, как работают историки, это вполне себе наука, а то, что я... То есть как методология, она использует научные подходы для своей методологии, но как продукт у истории это чисто описательная вещь. То есть какие теории, начнем с гипотезы, теории и законы, разрабатывается наукой история? Например, ну если возьмем в биологии, да, natural history, например, или биология, геология, эволюционизм, да, там выводятся законы, да, например, по которым можно уже предполагать некоторые вещи строить новый, а здесь описание того, что было и точка. Топ-то и дело. Она не точное описание, поэтому не заканчивается никогда. Нет, еще раз, я уже говорил о том, что история не занимается описанием событий в прошлом, история занимается изучением развития общества человеческого, и вот теория... То есть выводят законы, закономерности какие-то выводят все-таки, да, например? Естественно, конечно, конечно. Вот смотрите, например, теория вызова и ответа, о чем нам говорит, да, о том, что самые развитые цивилизации возникали в самых сложных условиях, да, почему? То есть это теория вызова и ответа. То есть, смотрите, Египет, да, засушливая зона, там, одна река. Греция, гористая местность, там практически ничего не растет. Так вот, что нам показывает, там, этнография, история? Этнография показывает, что те места, там, экваториальная зона, где условия очень хорошие, там очень часто люди остались на том же уровне первобытном, то есть, там, эгемеи, папуасы и прочее, прочее, да? То есть, а там, где было сложно жить, ну, не прямо очень сильно сложно, как там, на дальнем севере, да? Есть такая закономерность, но вспомним эскимосов, они также остались, но очень... Ну, вот как раз я и говорю, потому что, когда речь идет о очень сложных условиях, там развиваться, там действительно, вот такая ирригация, вот если у египтянам удалось построить ирригационную систему, египтянам удалось как-то, не знаю, там, заняться животноводством и прочее, прочее, потому что у них были эти условия, то есть эскимосов, к сожалению, таких условий не было, у них там снег, медведи, олени, там, ну и много еще там, киты, много чего всего такого, то есть, да, они остались на достаточно низком уровне, потому что это очень сложные были условия. В общем, история специфическая наука. Ну, гуманитарная. Социология отличается сильно. Ну, да, я согласен, я согласен, но... Там очень, вот, это довольно точная наука социология. Психология. Ну, как, я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что социология прям точная наука, но точно неестественная. Ну, никак естественная. Социология еще не точнее, чем вы стали, конечно. Ну... Извините, можно я ставлю свои пять копеек? Очень часто встречаются, когда, например, говорят «моё мнение». Например, я очень часто встречала, когда люди говорят «моё мнение ГМО вредное». И когда ему дают базу, научную базу, подтверждающую, что не вредно, он говорит «моё мнение всё равно осталось». Это всё равно, что сказать «моё мнение 2 умноженное 2 равно 6». У нас есть какие-то точные данные, есть какие-то точные эксперименты, есть какие-то точные методологии. И к ним нельзя применить «моё мнение». Наука этому заключается. Публицист может сказать «моё мнение такое». Вот задорно будет «моё мнение, что славяне – самые древние, самый великий народ». Но научная база, доказательства – это опровергает. То есть… Это разница между верю и знанием. Да, разница между верю и знанием, действительно. Просто к тому, к чему можно применить какую-то точную методологию, какие-то точные способы знать – это ошибка говорить «моё мнение». Потому что мнение – это что-то чисто субъективное, и оно не… Я поправлю немножко. Мнение в науке, в принципе, играет важную роль, на самом деле. То есть, естественно, в науке, в любой гуманитарной. Можно, например, в той же биологии, есть теория эволюции, и на происхождение неадвертальцем у разных учёных бывают разные мнения. То есть, они руководствуются какими-то специальными выкладками. То есть, это биология. То есть, там нет точных данных по поводу происхождения человека, и вот они основываются на тех народах, которые у них есть. То же самое, например, квантовая физика. Тоже всё достаточно условно. Очень условно, потому что мы не можем наблюдать этих. И того, что происходит на квантном уровне, мы не знаем. Но мы предполагаем, исходя из тех данных, которые у нас есть. Это, в принципе, то же самое, что и в истории. То есть, там у нас данные из прошлого, а тут у нас данные, которые мы фиксируем при помощи высокоточных каких-то структур. Мы предполагаем, что субатонная частица работает так. Хотя мы даже не знаем, как на самом деле выглядит атом. Потому что мы его не можем увидеть. Это как бы гипотеза. Ну да, да. Гипотеза и есть мнение. Гипотеза и есть мнение. Вообще-то не подтверждённое ещё. Да, да, да. Я вот об этом и говорил. Просто Алина говорила немножко о другом. Лидия – это как бы человек настаивает на своём праве. Я бы назвал это скорее точкой зрения. С моей точки зрения, например… Как её называть? Да, да, да. Если есть ещё какие-то вопросы по существу, давайте пусть у нас ещё есть один доклад. Да, пожалуйста. В общем, из всего отказанного я могу сделать вывод, что лучше – улетать или чего-то? Да, мы поняли вопрос. Вы моё мнение хотите услышать? Да. Ну, не знаю. Это сложный вопрос. Потому что, чтобы улететь хотя бы на Марс или на Луну… Как уже можно это сделать? Ну, не знаю. Да, ещё не знаю. Очень много рисков. Очень много рисков. И физиологических… Хватит ходить. Галактика. На самом деле, по поводу космических перелётов, это отдельная тема. Я её не хочу затрагивать, так как я не специалист. Но я точно знаю, что помимо технических проблем существуют также физиологические риски и психиатрические риски. Нас там никто не ждёт, во-первых. Да, да, да. Это интересная тема для… Да, это интересная тема для… Да, это интересная тема. Если у кого-нибудь есть идея… Господа, если у вас есть ещё какие-то вопросы, пожалуйста, можете… По существу, да. Пообщаться с лектором после мероприятия. У нас есть ещё один доклад. Не будем задерживаться. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok